Ребят, видно будет отовсюду. Прогревается, судя по всему. Так, сейчас внимательно смотрите. Будет видно из любой точки земного шара, если вы смотрите нашу трансляцию. Да, у нас уже отрыв произошел. В счете просто ад какой-то начался, но Найтбот отрабатывает свое. Запуск состоялся, друзья. Да, и как сообщил нам только что японский диктор, запуск состоялся ровно в 18.00 по японскому. Японская точность такая. Ну, ждем дальнейших каких-то событий. У нас ключевые точки, как всегда, достижение скорости звука, максимально динамическое сопротивление и отделение ступеней головного обтекателя. Все это нас ждет. Я надеюсь, что нам все-таки переключат картинку на анимацию, потому что качество, откровенно говоря, сегодня не радует. Ну, все равно похлопаем японцам, похвалим их, а то мы что-то так прям прицепились с тобой. Пуск-то состоялся. Вот знаешь, типичный такой старт был, как у твердотопливной ракеты, как не знаю, как у баллистической. Сразу вверх и в сторону ушло. Да, по-военному. Кстати, там история с этой ракетой еще особенная в том, что ее в будущем могут переформатировать. Вот обычно наоборот бывало. Япония хочет использовать ее в качестве баллистических ракет. У них есть планы. По-моему, кстати, на 2017 год намечена эта программа. Первая ступень выжгла все свое топливо. А теперь самое интересное. В 41 секунду она будет лететь без работающего двигателя. До отделения первой ступени. Как студенты перед сессией. Да, ну есть анимация, по крайней мере. Ты вот про взлом сказал, там вроде как выяснилось, ну, обвинили Китай, естественно, в этом деле. Ну и действительно была такая информация по поводу планов по переоборудованию, переснаряжению ракеты, превращение ее в оружие. И японцам в итоге пришлось что-то такое допризнать. Довольно быстрая такая последовательность прошла. Кстати, видишь, в Google Earth у японцев нарисована... Причем в старой версии. Да. Интересно, я в прошлый раз не обратил на это внимания, но вот... Да, у них всегда так. Солматы не видят, говорят, читая, написали, видно даже. Я не знаю, насколько правда Уфа не видит. Но вот спрашивают постоянно. Мы, к сожалению, не можем предугадать, откуда будет видно, особенно когда не до конца понятно, что у вас, во-первых, с погодными условиями и что там в японии. Так что уж извините, друзья. Хотя в будущем, может быть, какие-нибудь сервисы будем использовать, чтобы это дело мониторить. Но... Довольно... Довольно большая морока это все, короче. Да, друзья, ракету запустили уже. Можете назад перемотать, я вам сейчас даже скажу, на сколько, на... На 3 минуты. Да, на 4 даже минуты, чуть побольше, 4,5, чтобы наверняка. И вы посмотрите момент пуска и сможете затем вернуться к нам в прямой эфир. Спасибо, Рэмбо Ти Ви, за то, что подписался на канал. Кстати, приглашаем вас лютейше подписываться, потому что мы все время проводим прямые трансляции запусков в открытый космос. Запусков космических аппаратов, прошу прощения, выходов в открытый космос, естественно. И переводим и озвучиваем классные видеоролики, делаем даже свои собственные о космосе. Если хотите знать больше про космос, обязательно подписывайтесь. Вот, выключение двигателя 2-й ступени. А да, сколько там зажиганий двигателей сегодня должно быть у них? Ну, вторая ступень... Сейчас-ка? Сейчас нет. Подделение на 6.38 2-й ступени. А потом на 6.42 зажигание 3-й ступени. Отлично. То есть, одно зажигание прошло, и сейчас ждем отделения, получается. Да, вот я про иероглифы когда говорил, я, наверное, все-таки вот эту схемку у меня была перед глазами тогда, потому как на предыдущем пуске, ну, действительно, можно прикинуть по анимации, что происходит. Но, конечно, желательно знать и иметь таймлайн, вот как у тебя. Мртефин какой-то подписался на нас. Большое тебе спасибо, дружище. Футболист, тоже спасибо за подписку. Ребят, в Москве точно не будет видно. А вот, сейчас, я так понимаю, двигатели второй ступени будут раскручивать все это дело. Да, они сейчас раскручивают аппарат третью ступень, А потом будет уже отделение второй ступени и зажигание на восемьдесят девять секунд третий. Здорово. Вот еще чем интересны японские пуски, тем, что ты в процессе разбираешься, что там происходит. Это как пазл такой, это не просто вот трансляция, а нужно еще поломать голову. Это круто, конечно. А, да, ну зажигание двигателя третьей ступени произошло после отделения второй ступени. Спасибо за подписку. У нас остается где-то минута, чуть-чуть больше, до, собственно, завершения сегодняшней миссии. По выводу спутника и RG на орбиту. Разве? Отделение будет еще не скоро. Да, на отключение двигателя, конечно же. Рокеттон-цС hubs Всех приветствуем, друзья, кто подключились. Недавно, возможно, мы с вами смотрим прямую трансляцию пуска ракеты-носителя «Эпсилон», которая выводит спутник IRG на орбиту, запуск японский. Да, вот сейчас видно на таком таймлайне… Выключение двигателя третьей ступени. Да, есть выключение. Видно на таймлайне, когда должно состояться, собственно, отделение спутника. И вот на этом миссия сегодняшняя будет завершена. Сейчас прошло 500 с чем-то секунд, 510 примерно завершится сегодняшняя миссия через 807 секунд после пуска. Поэтому у нас есть еще где-то, да, около пяти минут. И можем поотвечать на вопросы из чата. Конечно, как всегда, в чате трудно уловить что-нибудь адекватное. Спасибо всем мудрым и дикторам за стык. Спасибо вам, что пришли. Да, мы стараемся для вас. Кстати, друзья, летят на орбиту, эллиптическая орбита, перегей около 300 километров, апогей около 33 тысяч километров. Летят вот туда. Я хотел сказать еще про этот, про чат наш в Телеграме. Ссылка на него есть в описании. Вопросы также можно будет задавать и там, а там вам с радостью ответят. Там даже намного лучше задавать свои вопросы, потому что здесь они все могут потеряться спокойно. Почему внизу написан 2015 год? Ну, наверное, это дата-снимка сделанного в Google Earth. Да, скорее всего, так. Там есть люди, нет людей, там нет, это спутник, какие люди. Куда летит, только что отвечали, сколько нам лет. Ну, мне лично 24. Ракета уже выйдет. О, нам показывают реплей пуска. Ничего себе. К сожалению, реплей в том же качестве. Ушла реально половина. Да, да. Похоже на рокоты, например. Ну, да. И отчасти на «Зенит». Ну, а сейчас следующий выпуск. Да, следующий пуск у нас прям завтра состоится на канале. Ссылка на него появится, ну, очень скоро, после завершения этой трансляции. Будет это вечер довольно поздний, по Москве 23.30, по Киеву 22.30, соответственно. Будет лететь «Ориан-5» и тоже приглашаем вас, конечно же, приходить на трансляцию. Тоже должен быть интересный пуск. Как прога называется или сайт? Не совсем понятно, о чем именно речь. Если то, что вы видите на экране, программа Google Earth с какими-то своими штуками от японцев дописанными. Клагин про. Ну, да. И какой-то e-forms клиент. Не знаю, погуглите, может, оно где-то есть. Скорее всего, нет, но вдруг вам повезет. Вот, это программное обеспечение, которое используется японцами, поэтому вряд ли, ну, есть смысл вообще искать, потому что никакого применения прикладного у него помимо вот мониторинга запуска нет. И зачем делать это самостоятельно пытаться, если вот есть картинка готова. Вы знаете, что меня всегда это удивляло? Японцы вроде впереди планеты всей, да? Ну, почему они сидят через Windows XP? Ну, возможно, это связано с законодательством, кстати. Потому как, ну, я учился на информационной безопасности факультете, и во всех государствах есть свод такой правил по использованию программного обеспечения, ну, особенно в государственных компаниях, а почти все мировые компании космические, они государственные. И вот, скорее всего, подпадают под одно из таких требований, то есть система проходит аудит довольно жесткий, и вот провели для древнего Windows, и с тех пор как-то не шевелятся. А почему не шевелятся, это, конечно, уже другой обидный вопрос. Все похлопали, сказали, что отделение прошло. Ну, я тоже похлопал, но микрофон был отключен, так что вы вряд ли услышали. Они опять похлопали. Я вот так могу тоже похлопать. Будем, наверное, потихоньку закругляться, друзья. Шрампин, кстати, спасибо за подписку. Если кто-то хочет продолжить общение, опять же, пожалуйста, приглашаем в чатик в Телеграме наш.